4 ноября пройдет заседание высшего госсовета в Беларуси и России. Дату подтвердил президент Александр Лукашенко, принимая сегодня во дворце независимости генерального прокурора России Игоря Краснова. Белорусский лидер отметил все спекуляции о переносе даты подписей союзных программ не более чем вбросы со стороны так называемых независимых медиа. Мы в канун очень важного события с вами встречаемся, 4 ноября, мы приведем высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически этим самым снимаем многие-многие, если не все вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же, его слова, фундамент будущих наших отношений. Как мы уж будем наши отношения выстраивать, я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный, сильный шаг. Многие будут говорить о том, что нам деваться некуда под санкциями Россия, под санкциями Беларусь. В Беларуси один союзник остается, это Россия. Должен в связи с этим заметить, что мы вот эти 28 программ, которые мы наметили, союзных программ и договорились подписать на высшем госсовете с президентом Путиным, работа началась задолго-задолго до всех событий здесь и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто настоящие враги. Напряженная остается ситуация, в том числе из-за миграционного кризиса, отметил президент. Под предлогом борьбы с нелегалами польские власти двигают свои танки к белорусской границе. Ответная реакция союзного государства будет жесткой и справедливой. При этом Минск еще раз подчеркивает все новости, якобы очередной ссоре двух союзников фейки. Обе страны и впредь намерены решать все вопросы, будто экономика, безопасность только сообща.